Итак, всем привет, уважаемые зрители канала Markets. Сегодня среда, с вами Александр Котин. Рассмотрим финансовые рынки с точки зрения волны лёта и теории хаоса. Окей, давайте начнём с евро-доллара традиционно. И дальше я уже отвечу на вопросы, которые вы мне задавали в комментариях к прошлому видео. Если вопросы будут по каким-то другим инструментам, которые я не рассматриваю, но они вам интересны, пожалуйста, также пишите вопросы в комментариях к видео. Я их читаю, на некоторые даже отвечаю. И в следующем обзоре я расскажу об этих инструментах, расскажу о своём их видении. Итак, давайте начнём с евро-доллара. На сегодняшний момент, что у нас произошло? Мы видим, что здесь у нас сформировался паттерн в виде пятиволнового импульса в направлении основной тенденции. Это означает, что текущее движение вверх, на мой взгляд, является только лишь волной А, которая корректирует весь импульс. Вот его хорошо видно, у него как раз-таки максимальная движущая сила в третьей волне. То есть один, два, три, четыре, пять. Хорошо виден этот паттерн, поэтому я его ждал, пока он самоорганизуется. Точнее, пока рынок самоорганизуется и будет видно хорошую картину. Мы понимаем, что движение идёт к предыдущей коррекционной волне. Здесь же находится, как ни странно, 61,8 от всего предыдущего импульса. Поэтому очень близко к этим значениям. Поэтому дальше мы заглядываем вовнутрь. Здесь у нас 5-ти волновой паттерн вверх, поэтому обозначаем его только как волну А. Вот. И всё по евро. Поэтому в данном случае вполне возможно, что каким-то образом этот восходящий импульс может скорректироваться, дать ещё один. И вот после того, когда здесь появится чёткий ABC паттерн, я и буду рассматривать сигналы на продажу уже в более такое долгосрочное движение. Фунт-доллар, как мы с вами и говорили, что он может обновить максимум от 18 октября. Здесь мы видим формирование 5-ти волнового паттерна со сложной коррекцией в 4-й волне. Это хорошо видно здесь. Она имеет форму, по всей вероятности, даже какой-то вот такой вот треугольной коррекции. Но для того, чтобы здесь идти в шорт, то бишь коррекцию всего вот этого 5-ти волнового импульса, необходима дивергенция на 4-х часовом графике. Её пока нет. И по всей видимости в 5-й волне. В 5-й волне этого импульса у нас может начаться какое-то удлинение пока что здесь шортовых ситуаций. Я не вижу, но в рамках 5-й волны могут быть ограничены движения. Хотя мы видим, что структура и характер данного рынка таковыми не являются. То есть здесь достаточно размашистые движения, характерные для волатильного фунта. В швейцарский франк была мысль о том, что здесь сложная волна B формируется. Вполне возможно, что она до сих пор здесь и остаётся. Волны C ещё не было, так как не обновили максимум предыдущей волны A. Судя по тому, что коррекция идёт в зону предыдущей коррекционной волны и 61,8 от предыдущего импульса вниз. Вот такой характер, как правило, имеет сложная волна B. Поэтому, если мы не выйдем из этого диапазона, то не исключено, что у нас может появиться ещё движение вверх. И только здесь уже можно будет какие-то продажи более-менее долгосрочные рассматривать. Паение. Объясню. 1, 2, 3, 4, 5, А, Б. Здесь мы видим неправильную коррекцию, в которой волна A является так называемой тройкой, B тройкой, и развивается волна C. Она идёт либо в зону предыдущей коррекционной волны 4, либо 2. Потому что обычно для таких паттернов неправильной коррекционной волны характерны именно волна A в виде тройки, B в виде тройки, которая уходит за максимум предыдущей волны. И достаточно большой размах волны C. То бишь, вот такой вот паттерн у нас может получиться. Поэтому я не думаю, что здесь так называемая C пока под вопросом, она может так быстро закончиться. Здесь мы оцениваем импульс. Внутренняя структура говорит о том, что этот импульс завершается. 1, 2, 3, 4, 5. Дивергенция, и по всей видимости, это всё только первая волна в этой самой волне C. Хотя бывает и обратная, когда бывают, скажем так, короткие волны. Бывают и другие ситуации, когда волна C может быть достаточно короткой, после чего идёт снова движение вверх. Поэтому смотреть надо по факту. По австралийскому доллару на 4 часах явный импульс по тренду, который на недельном графике у нас сохраняется нисходящим. Соответственно, то, что мы здесь видим, скорее всего является только лишь волной A в коррекции вот этого импульса. Видите, он приходит в 61,8 от всего движения. И в данном случае не исключено, что продажи здесь могут прийти только после завершения всей коррекционной волны. Потому что, в свою очередь, вот эта волна вниз, это только первая. Соответственно, где-то здесь формируется вторая. Ну, опять же, нужно обратить внимание на тип рынка, который выглядит... Он, конечно, трендовый, но у него очень сильный откат. Поэтому эти откаты повторяются как во внешней, так и во внутренней структуре. Новозеландский доллар, на мой взгляд, формируется ABC-паттерн. Не было в последнем движении дивергенции. Поэтому можем еще раз обновить минимум. 61,8, видите, где находится. То, что в данном случае мне часто задают вопрос 1, 2, 3, 4. А четвертое может заходить за первую? Отвечаю еще раз на этот вопрос. Да, может. В этом ничего такого нет. Сплошь и рядом, но валютном рынке так есть. И это встречается по причине того, что все рынки разные. И у каждого рынка свой характер. Поэтому, глядя вот сюда, уже на 4-часовой график, для того, чтобы здесь искать продажи, нам нужно завершение вот этого паттерна. А он не закончен. То есть 1, 2, 3, у нас тут нет дивергенции. То есть если мы подождем еще обновление этого максимума, возможно, эта дивергенция сформируется, вот только тогда нужно будет искать продажи. Канадский доллар, на мой взгляд, не самая лучшая пара для торговли, как и швейцарский франк. С точки зрения долгосрочного, ну или среднесрочного таймфрейма, здесь развивается треугольная коррекция, вероятно, А, Б, С, Д и Е. То есть вот А, Б, С, Д, и вот никакой волны Е еще тут, на мой взгляд, не было. Ну и в свою очередь, это какая-то сложная коррекция относительно предыдущего восходящего движения. Поэтому, конечно, здесь можно посмотреть, будут шортовые какие-то ситуации, но я думаю, что после обновления вот этого максимума, потому что внутри здесь тоже такая же похожая структура есть. Золото, соответственно, не добили этот минимум. Здесь была сложная А, Б и всегда возникает вопрос, где она завершилась, в этой точке или в этой точке. Поэтому вся волна С, она, в принципе, могла уже здесь пройти и дать завершение вот этим барам, откуда, в принципе, и пошло 1, 2, и вот развитие третьей волны уже волны 5. Потому что это была третья, это была вторая, это, соответственно, четвертая и пятая волна. Можно здесь развиваться. Если мы не успели туда зайти по каким-то причинам, то мы можем это сделать на откате. И уже с отката зайти вверх. То же самое с серебром происходит. Ну, надо смотреть, наблюдать. И я пока ничего здесь делать не буду. Нефть марки Брент, на мой взгляд, это была А, Б, развитие волны С. Опять же, здесь происходит вот такая вот сложная, на мой взгляд, коррекция. Это А, это Б. Так вот, в настоящий момент времени я считаю, что на меньшем интервале это была волна А, это Б, это 1, 2, 1, 2, тоже с регулярной, видите, с неправильной коррекцией А, Б, С, потому что вниз здесь 5-ти волновые импульсы, хорошо видно. Идет развитие, по всей видимости, третьей волны. Понаблюдайте за этой ситуацией. Точки входа здесь были только вот на часовике с очень коротким стопом. S&P 500, надо посмотреть на недельный график, на недельном графике движущая сила, которая выражается в виде индикатора ИО, растет. Соответственно, здесь у нас первая, вторая, и, вероятно, мы находимся в третьей волне, в которой, опять же, первая, вторая, и мы идем просто по тренду. Я не думаю, что здесь будут какие-то снижения. То есть, вот, дивергенция была на дневном графике. Это говорит о том, что в данном случае идет развитие коррекционной волны, вот этой первой волны в новой последовательности волновой. По всей видимости, а не разворот вниз. Поэтому, глядя уже примерно на часовой график, если мы здесь увидим импульсную волну, то, по всей видимости, это будет только волна А. Вот так вот. Ну, бывает и волна А в виде тройки, тогда мы уже будем говорить о развитии какой-нибудь сложной коррекции, после только которой можно будет, наверное, дальше с позиции инвестора рассматривать покупки. Биткоин, на мой взгляд, он полностью и в точности копирует то, что было до этого. То есть, это очень похожие паттерны. Вот это подъем, вот это снижение, вот это подъем, вот это снижение. Если это снижение было примерно до 80% от этого подъема, от предыдущего, не исключено, что точно так же мы идем где-то примерно тысяч в пять. Вот. Поэтому в данном случае будем говорить вот об этом. То есть, ABC паттерн, но здесь закончилась только первая волна. Развивается вторая, вот в этой волне С, по всей вероятности. Дальше мы заходим на 4 часа. Наша задача увидеть здесь вот эту дивергенцию. Дивергенцию 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. В волне А, волна Б, которая еще не завершилась. И вот в волну С где-то можно здесь понаблюдать за покупками. Но лучше по тренду, точнее против тренда не заходить. Потому что основная тенденция здесь, она нисходящая. Но цели волны С, относительно уже 4-х часового графика, они могут быть где-то вот в районе 8 тысяч. Откуда можно будет, думаю, посмотреть дальнейшие продажи. Пара доллар-рубль. Обычно тоже ее смотрю. Конечно, в данном случае я предпочитаю торговать фьючерс на доллар. И здесь 1, 2, 3, 4. И вот развитие, вероятно, 5-й волны в каком-то импульсе вниз. На мой взгляд, если рассматривать дневной график, не исключено, что это какая-то импульсная волна была вниз. Она сейчас корректируется волнами А, В и С. И зона коррекции может быть вот в районе предыдущей коррекционной волны. Если здесь не наступит какой-нибудь тип коррекции, который будет каким-нибудь сложным. Просили также посмотреть мексиканский ПЭСА. Сейчас мы уже плавно переходим к вашим вопросам. Обратите внимание на месяц. Это месячный график. Первая, вторая, третья волна. И обратите внимание вот на это скопление баров. Практически всегда, в большинстве случаев, это волна Б. То есть А, Б, волны С здесь еще не было. То есть в четвертой волне, от этого подъема всего, волны С, то бишь обновления минимума волны А, или подхода сюда, еще, естественно, не было. Сложные коррекции торгуются очень тяжело. То есть тут вполне возможно, что вот такая вот история с треугольником в волне Б, то есть вот она. Еще раз повторю. А, Б, С. И определить завершение этой волны Б достаточно сложно. Поэтому делать этого не то чтобы не стоит, но если вы пытаетесь здесь шортить, нужно делать это крайне осторожно. Потому что когда мы переходим на дневной график, у нас возникает в моменте нечитаемый рынок. Вот так, конечно, тут можно попробовать найти точку входа в шорт, в какой-нибудь средний срок. Но я вас предупреждаю, что сделать это будет крайне сложно. Вот так вот. Дальше, если взять 4 часа, соответственно, видите дивергенции. Возможно, здесь будет какой-нибудь бар на продажу, но опять же он резко не уходит в сторону от линии баланса. Все параллельно идет. То есть вот ценовые бары, они идут параллельно линиям баланса. И здесь нет напряженности для того, чтобы продавать. Поэтому я бы подождал. Возможно, здесь идет локальное удлинение. И цена сориентирована куда-то в зоне предыдущей коррекционной волны, где продажи будет посмотреть уже более интересно. Также попросили посмотреть еще Apple и Amazon. Но давайте начнем с Apple. Здесь немножко не вся история по этим акциям, но глядя на недельный график, мы уже можем говорить о том, что это 1, 2 и 3. То есть легко определить третью волну. Третья волна, она как правило удлиняется, поэтому все, что мы делаем, это идем по тренду. То есть находим точки входа с низким риском, высоким потенциалом. Проще всего это всегда сделать в направлении основного тренда, именно там, где заканчиваются коррекционные волны. Поэтому, когда мы заходим с вами на дневной график, это первая, это вторая, это третья. То есть в самой третьей, первая, вторая, третья, то есть возможно развитие локальной какой-то коррекционной волны. Здесь чем мы можем взять сетку и примерно прикинуть, что тут локальная дивергенция есть, небольшая, и посмотреть, куда этот рынок обычно корректируется. Как правило, это все повторяется. То есть видите, 61,8. Видите, куда была коррекция здесь. Сейчас мы вот сюда встанем и увидим это в 50%. Поэтому не исключено, что если здесь развивается коррекционная волна, она придет куда-нибудь вот сюда, вот в район 50%, точнее 38,2 как минимум, это 239,60. Ну, если вы там пользуетесь различными уровнями, наверное, заметили, что здесь еще и вот этот high находится где-то вблизи. Но коррекции на этом инструменте достаточно стремительные. То есть обратите на это внимание. Не ждите, что вы увидите здесь четкий ABC паттерн, прямо вот как в учебнике. Такого нет. Поэтому нужно обращать внимание непосредственно на характер каждого конкретного рынка. Я это, в принципе, постоянно говорю и обращаю на это ваше внимание. Поэтому внутри здесь делать-то, в принципе, нечего. Идет развитие волны А. То есть я бы не стал здесь пока покупать. Amazon также давайте начнем примерно с недельного графика. Здесь нужно определить основную тенденцию. Ну, как правило, на фондовом рынке она всегда восходящая, но бывают исключения. Здесь я бы обратил внимание на то, что мы не добили предыдущий максимум. Поэтому, исходя из того, какая история у нас тут есть, мы можем говорить, скорее всего, о том, что все-таки лучше перейти на дневной график, и там уже понаблюдают за тем, что здесь происходит. Обычно, когда не добиваются максимум, рынок склонен к формированию вот таких вот треугольных коррекций, которые мы с вами видели, ну, либо каких-то других сложных коррекций, которые мы с вами видели на нефти, на канадском долларе, на франке. Вот, поэтому в данном случае я бы рассматривал просто рынок с точки зрения тенденции. тенденция здесь, соответственно, не определенная пока, потому что рынок стоит на одном месте какое-то время. и, вероятно, вероятно, это А, Б. Вот эта часть, она походит все-таки на волну Би, потому что, ну, вы видели, какие бывают волны Би. То есть чаще всего, когда цена часто пересекает линии баланса, это непосредственно волна Би. И это волна Би, которая корректирует вот этот импульс. Здесь максимум АО, он не придется на третью волну, потому что это не для этого таймфрейма, скажем так, ценовое движение. Вот если его взять в каком-нибудь меньшем количестве баров или наоборот большем, там как раз-таки все встанет на свои места. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что обращаю внимание на непосредственно паттерн цены. Он здесь пятиволновой вверх и пятиволновой вниз. Но это больше выглядит как коррекционная волна. Вот именно вот эта часть. Поэтому я бы пока здесь не ожидал покупок. Я бы подождал. Тем более, что меня здесь лично напрягает, это то, что мы подошли к максимуму. Обычно так формируются волны Би, либо сложные коррекции. Поэтому обратите внимание на этот диапазон. Скорее всего, так нужно поступить. И если внутри этого диапазона цена сохранится, да, он достаточно широкий, то, скорее всего, от нижней границы этого диапазона можно будет смотреть покупки. Потому что цены склонны больше вырываться в направлении основного тренда. А он здесь был восходящим. Даже это видно, несмотря на то, что здесь немного истории. Что еще? Песа разобрали. Акции Amazon, Apple разобрали. Ну и, наверное, на этом все. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всегда рад ответить на ваши комментарии. Всегда рад пообщаться. И до новых встреч. Пока.